Открывая совещание, глава Андрей Иванов дал Одинцовскому району краткую характеристику. Он подчеркнул, что район по праву считается в Подмосковье одним из самых экологически чистых и интересных с культурно-исторической точки зрения. В 2015 году у нас разработана перспективная концепция обновления внешнего облика города Одинцова, открылся уникальный военный комплекс «Патриот», реконструирован парк имени Ларисы Лазутиной. Еще один важный момент. Как вы знаете, Одинцовский район граничит с инновационным центром Сколково. Мы стараемся соответствовать нашему продвинутому с точки зрения образования соседов. Поэтому развитие сферы образования – это одно из приоритетных направлений нашей работы. И здесь в этом году у нас заметные тоже перемены. В частности, мы открыли на базе Одинцовского гуманитарного университета филиал МГИМО, одного из самых известных вузов Российской Федерации. Большая работа, проводимая Одинцовским районом в сфере земельно-имущественных отношений, приносит свои плоды. Практически по всем показателям мы находимся в положительной зеленой зоне графиков. И это действительно стало, коллеги, за этот год одним из образцовых районов нашей Московской области, один из образцовых муниципалитетов. Имеется в виду по показателям в работе земельно-имущественных отношений. Мы действительно очень сильно улучшили свою работу, и нам есть чему учиться, есть чем погородиться в этом районе. Земельные и имущественные налоги крайне важны для муниципальной власти, так как идут в местные бюджеты. В 2015 году в области шла работа по дополнительному вовлечению земель в сельхозоборот, инвентаризация неиспользуемой и неразграниченной земли. В собственность региона приняли 49 тысяч объектов. Вместе с тем резервы еще имеются, и их необходимо использовать. Большое количество объектов недвижимости либо не стоят на кадастровом учете, либо на них не зарегистрированы права. Соответственно, собственники уклоняются от своей святой конституционной обязанности честно платить налоги, а потом спать спокойно. Поэтому эту работу мы будем продолжать. Один из важнейших приоритетов работы на ближайшее будущее – полный переход на общение отвечающих за муниципальное имущество чиновников с заявителями через многофункциональный центр оказания услуг и электронный документооборот. Переход на электронное взаимодействие – это крайне важно для жителей, следовательно, это крайне важно для каждого из нас. Лучшим сотрудникам имущественного блока муниципальных органов власти Подмосковья были вручены грамоты и благодарности от областного правительства и областной думы. Благодарность губернатора Андрея Воробьева за высокий профессионализм и большой вклад в развитие области заслуженно получил и заместитель руководителя администрации Одинцовского района по земельно-имущественным отношениям Владимир Локтев. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.